А насчет этих все-таки памперсов, брат, когда будешь... А, это же кто забраковал там наш фильм-то тот, его тогда забраковал Рутуб забраковал, вот там на страже нравственности стояли, вот там, да, вот, вот там действительно, и вот давай, когда ты вот этот вырежешь, на Ютубе пройдет, там ничего, порнографии нету, ну, мужчина с гениталиями, ну, это же, это самое, искусство. Вот, а вот когда вот Ютуб отправишь, посмотрим, правда следят за избранными, вроде меня, потому что все полностью следить невозможно. Это надо иметь миллион этих чиновников, которые только этим занимаются, страны рейтера, просматривают. Меньше миллиона нельзя их. Посмотрим. Так, теперь, значит, вроде бы начальник ответил на этот вопрос. Один, вертикальный, кто по мощи, второй, делаем тростепенным, с сильной обрезкой, но не полностью отрезаем. Мы сделаем, сделаем боковой, более щадящий побег, более скромный. Пару слов о Голден-Дельфе, в какой кусках хранится, осталось в той же Голден-Дельфе. Вот, с самого начала это не был Голден-Дельфе. Я считал Голден-Дельфе, пока не приехал к Курдиму, ко мне в гости. Когда я приехал к Курдиму, я сказал, это не Голден. Но тогда, это было давно, 13, 10-12 лет назад, и я потом уже полез в интернет, только учился, пользовался интернетом. Да, не Голден, но я не виноват, что ко мне приходит чернок, и написано, Голден-Дельфе. И это по-маличку закреплялось, закреплялось, и потом думаю, господи, да что это такое? Плоды, 500 и более грамм, вот. И, тебе добавить, еще крупнее моих оказались. И, он хоть ухаживает, а может полить лишний раз, я не поливаю, у него до 540 получилось. Причем, все были 500 граммовые, все, не то, что там два штуки, и поэтому крупные. Но сумасшедший урожай, все 500 граммовые. И кем его называть? Начал искать подходящих, и мне ничего не подходит. Что делать? Ну, что делать? Слово Голден, скромно, скромно. Слово Голден, это золотое. Оно действительно как золотое. Я вам показывал сто раз. Вот все, как мог, ответил. А, как хранится? Зимний. Вот. Зимний сорт. Что же, вставать, идти на балкон, показать. Так. Что делать? Влада, покажу на сцене. Вот сейчас, кстати, они еще висят. Если не забуду, я их почему, я никогда их не снимаю, чтобы не портить плодушки, которые выцепляются. И отрываю. Вот сейчас парочку возьму, сюда положу, переставшим вебинаром. И покажу вам их натуральную величину. А то получается, они все еще зеленые, чуть-чуть окраска. А вот. А на у нас резкое похолодание, он не успевает окрасить. Все-таки зимний. Дальше. Александр Выборг. Так. Вот тут какая-то ссылка. Он обращается, видимо, к Владу. Влад, один отрезать. А, во-во. Это, которого две почки, вот так. Одинаковые. Влад, один отрезать. Не то у груши получится только, как у меня на снимке. А со временем дерево развалится на двое. Правда, Константинович, нам с вами из-за этого пальца отрезать. Не, что вы. Вот вы написали отрезать, но это не обязательно, что отрезать целиком. Тогда будет страшная рана. Понимаете? А когда оставляем, ну, может, я на следующий раз не забуду. Может, я несколько специальных фотографий подберу. Там, где я вот так специально и делаю. Ну, кто виноват, что два растет. Это же прививка, она как хочет, так растет. У нас не спросила. Так. Так что ваши пальцы останутся целы. Сейчас давайте, во-первых, посмотрим, что, как у вас развалилось дерево. Во! Во-во-во-во-во! Вот тут, да, но... Самое опасное место, вот это развилка. Здесь часто бывает, отсюда гибель-то и начинается. Вот в этом месте, где вот чуть выше ваших пальцев. Да, неудачно. Неудачно. Отгибать бесполезно. Здесь такой же, сверху отогнется, снизу нет. Вот. И еще тут напряжение будет лишнее, значит, быстрее клетки, значит, гнить. Ну-ка, там еще какой-то фотографий. Ну, что это сделаешь-то? Перестарались. Давайте тут глянем. А вот второй снимок. Ну, ну, что сказать, вроде бы золотые руки, да? А я всегда советую, не делайте одну почку. Потому что не обязательно она будет такая, ну, полноценная. Это зависит. У каждой почки свой характер, свой геном. Ну, нет, не геном, а именно пусть уже феном. А здесь, да, осталось увидеть, что у вас, Влад, что, как у вас с ним это выйдет. Так. Ну, в таких случаях я говорю, одну выпрямляю вертикально. Тут же не отрезать целиком. Вот за это точно пальцы обрезать могу. Целиком нельзя отрезать, страшная рана. Значит, режем будем в сантиметрах 30 и выше. Выбирайте из этих двух, если бы это ваш был. И все. А там еще получится. Так. Так, так, так. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Поскажите, какого размера куст королевского абрикоса у пианиста? Спасибо. Так, я вообще куст королевского абрикоса у пианиста. Ух, недавно на его отдельную папочку собрать. Я в несколько лет там, по сути. Там королевский мой, поздний. Там два выдающих сорта. Три королевский, академик и поздний Филиппиев. И вот эти три выдающие сорта. А два поменьше. Там ранее еще, как говорится, без фамилии назовем. А вот эти три выдающихся. И главное качество. Вот спасибо, что подсказали. Я опять не дошел. У меня там ниже есть эта самая. Там фотография есть. Слушайте, мы только начали третий час. Ну-ка, лезем обратно. Лезем обратно. Лезем обратно. Я вам покажу. Дело в чем. Это очень важно. Вот. За одним может быть... Эх, как бы мне не забыть на следующем вебинаре показать все это. Как бы показать... На ваш вопрос ответить. Я опять забуду, опять навалится. Столько проблем жизненных. Это невероятно. Сейчас. Я эту тему хотел поднять. Нет. Посмотрим ниже. И каждый раз я не захожу до нее. Ага, вот. Смотрите. Это фактически ответ на ваш вопрос. Но в целом. Объявление. Я не дошел, забыл. Сад пианиста. В Черевушках. При городце-наборсках. В саду пианиста. Почему пианист? Он не любит по личности. Растут самые культурные сорта абрикосов, железов и филипива. Пять сортов родцов. Сортов плебеев рядом нет. Вы поняли? У меня же отдельно банки стоят. С косточками. Вот. И у косточек именно этих абрикосов максимальные шансы дать крупноплодное потомство. Мечта ученых и начитывающих садоводов. Ученых я зря приплел. Они, правда, ни о чем не мечтают. Это же максимальные шансы дать крупноплодное потомство. Нету плебеев. Ну, нету. У него только у соседа где-то метров за 80 растет, я же, наблюдательный, растет амур. Все. Да я, может, тоже нельзя плебеев назвать. И я написал. Собрали мы с пианистом пару тысяч косточек. Заказывайте. Ходите, поспорю с кем-нибудь. На 10 костек. Хотите, поспорю. То есть, что завтра не будет ни одного заказа именно на косточке пианиста. Это Королевский, Филиппева и Академика. Ой, какие они крупные. Внимание. Вот это позднее Филиппева. Вот он, красавец. Вы знаете, позже всех. Твердый еще, как камень. Какой он вкусный. И главное, то, что я теперь люблю, как я люблю, когда они хрустят на зубах. Чтобы абрикосы спелые, хрустели на зубах. Это для меня шедевр. Я устал от этих слякоти. Понимаете? Устал. Но одно дело, когда зеленое собирают, ползеленое отправляют через всю страну. Они приходят уже как бы спелые. Желтеют. А вкус у них дрянной. А вот это чудо. Вот сейчас говорю, у меня полный рост свиней. Спелое, твердое и хрустит на зубах. Вот он позднее Филиппева. Их, к сожалению, ответить не могу. Есть у меня и фотографии есть. Но их искать, это очень-очень долго. Очень-очень долго. В этом году у него тоже было, я же говорю, пару тысяч собрали. У него такой урожай был отборный. А разницы нет, что у меня, что у него был отборный урожай. Сейчас, если я вдруг увижу его лицо где-то в одной, так, бегом, бегом, бегом. Я, может, покажу вам королевский. Как для фотографии годится учебник, монографию, дипломы, как еще называют. Вы знаете, что вот это вот показать? Вот здесь вот, вот эта ветка. Здесь он собрал, сколько дотянулся, рискуя. Да, дальше вставать нельзя, провалишься. Вот, потом говорит, ну, осталось ветра три там гнить. И сейчас там они гниют. Вот, видите, вот, кстати, обратите внимание. Вот они лежат. Он до них уже не дотягивался. Это вот такие урожаищи были. Представляете? Это амур, кстати. Вот, да и собрать, чтобы было невозможно. Сейчас я все-таки ищу. Но хочу ответить на ваш вопрос. Я ищу, когда я был... Кстати, ни одного фильма мы... Юрий Владимирович Железов, брат мой родной. Вот, нам прислали рабочий материал. И мы не сделали еще ни одного фильма. А то, что они снимали, где они показывали. Вот, в Краснодарске кто-то видел одно кино. И все. А это тот самый... Тот самый ведущий, Кундасев. Самый, я считаю, талантливый в России. Вот. Ведущий. А то, Кустова. Они приехали, а я думал, покажут это по федеральному каналу. Он говорит, вы знаете, вы с нами договор не продлили. То есть, Никудасев оказался не нужен в Москве. А он сейчас показывал в Москве. А он же сам так, этот самый... Как он называется? Кемеровский. Ну, как удивил я их. Это при том, что в этом году одна мелочь. Вот это все, что вы видите, это мелочь. Это такая мелочь. Я стараюсь выбирать крупнее. Это мелочь. По сравнению с обычными урожаями. Но зато, посмотрите на дальний план. Вы видите, что творится? Вот видно, нет? Видно вот это вот, за нашими спинами, какой урожай. Это при том, что больше сейчас уже упало. Просто констатирую факт. Но это по случаю. А теперь я дальше еще хочу ответить на вопрос. Я ищу нашего друга, пианиста. Игорь Александрович, вы удивили своим этим... Бельфор Китайка. Я говорю, скоро на Олимпе будем тесниться. Появился новый лидер. Будущее, будущее. Пока еще, конечно, далеко до нас. Но догоните. Вот. Так. Ну-ка, ну-ка. А, это Иллина Александрович, немало. Вот, самая крупная. Я говорю, стыдно. В этом году такая милость. 96 грамм. Вот. Я-то привык от стаи больше, но... Так, еще я... Кстати, вот это вот, да. Это ждало нашего этого... Кундесева. Вот здесь стоял, здесь все. Ой, какой урожай был. Вы знаете, на деревьях было столько же, сколько вот... Ну, как... Столько, сколько будто и не падало. Вот это урожай было. И вот это же, знаешь, сукрыли. Стоило при этом изживши, пожалуйста. А какие они вкусные. Боже мой. Люди любят легкую кислинку. Любят. И это чудеса стали такой обыденности. Вот он рекорд. Здесь было больше 30 везер, но рекорд зафиксировать не удалось. Здесь везер собрали на глазах у этой, у съемочной группы. А это было примерно во столько, смотрите. Половина того, что вы видите. А на деревьях было еще больше. Вот догадайся, какой урожай с одного дерева. Ладно. Разговаривался. Ищем кого? Ищем. Ищем. Пять места. Сейчас найдем. Где-то бросатся в глаза. Где-то бросатся в глаза. Катерина Саадна все это. Здесь мы вместе поливали часть абрикосов. Здорово, да? Вот. Поэтому у нас полным правом вот эти фотографии дело для диссертации. Все. Нашел. Нашел, нашел, нашел. Так. Ну, что есть, то есть. Смотрите. Показывайся. О, они еще зелеными были. Я уже. Мы приехали, они были зелеными. Или мы на черешню приехали. Это этот самый. Академик. Ну, видите. А вот его черешня. Ну, красота какая. А какие они оказались долговечные. Вот. Последние я ел уже в сентябре. А, вот его дерево. Вы знаете, сколько тут осталось? Он так не смог все собрать. А мне столько костик не надо. У меня же свои планы носили в этом году. А ему обидно было. Потому что птицы жрали-жрали. Их можно было еще с земли собирать-собирать. Никого не надо. А ведь это же Боднера. Бориса Боднера. Дерево. Представляете? Ну, красотища. Ну, скажите, что нет. Ну. Так. Это у него или у меня? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас. Не могу сообразить. У него или у меня? А у него, значит, это что? Ну, это Академик. Они в этом году тоже мелкие. У него был сильно большой урожай. Вот так вот. Эти птицы клюют. Красотища. Это кажем в саду может быть. Ну, что, пианист-специалист. Такой же специалист. Это уже я теряю деревья. Теряю, теряю. Так. Ну, я не буду искать 2001 год. Там есть совет королевский. Уже нет ни времени, ни сил искать его. Вот. Это уже мой сад. Это знаменитый писатель у меня в гостях. Лейперский. Видите, какие мы все. Какие светлые глаза у этих людей. Все, 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 ворот. Так, все. Чернобаев, нас обойдут с тобой. Возвращаемся, где мы были. Сейчас опять не смогут туда попасть, что ли. А, не смогут. Субтитры подогнал «Симон»